Рязанский бегун завоевал бронзовую медаль чемпионата России по полумарафону. Он преодолел более 20 километров, потратив на это 1 час 5 минут и 28 секунд. У нас в гостях мастер спорта Александр Менин. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с этим прекрасным результатом. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Ожидаем ли он был для вас? Спасибо большое. 2 сентября в городе Ярославль проходил чемпионат России по полумарафону с побегу, где приняли участие профессиональные атлеты и любители бега. Я участвовал среди профессиональных бегунов в чемпионат России, где занял третье место на дистанции 21 километр 97 метров по полумарафонской дистанции, показав результат 1 час 5 минут 28 секунд. Проиграв первым местом 43 секунды. Это Артем Аплачкин из Алтайского края. Представляет он два региона. Алтайский край, Москва. Это очень сильный соперник. Он чемпион России по марафонскому бегу 2013 года. Участник и победитель международных стартов. Второе место занял Чавкин Николай. Это участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса. То есть соперники были достойные. Среди такой кампании занял третье место. И там очень много было достойных. Потому что Артем Алексеев это победитель 2016 и 2017 года московский марафон. Это который собирает 10-15 тысяч профессиональных и любителей спортсменов. Вот он два года подряд в Ивру. То есть такой состав сильный. Олег Григорьев победитель марафона «Белой ночи», который проходит в Петербурге. То есть состав был достаточно солидный. Ожидали, что займете призовое место, подниметесь на пьедестал? Ну, в принципе, по подготовке все к этому и шло. То есть по тренировкам все складывалось и результат был ожидаемый. То есть к нему готовились, к нему я долгое время шел. Потому что у меня было три четвертых места на чемпионатах Кубок России. То есть третьего места у меня еще пока не было. Вот до 2 сентября. То есть был очень доволен результатом и бегом, в принципе. Все получилось. Но не хватило последние 4 километра. За километров 8 думал, что мысль была, что вообще выиграю, если честно. Потом за 4 километра стало тяжеловато. Может, и... Ну, погода была жаркая, потому что стартовали в 12 часов. То есть, соответственно, где-то... Самый полдень, как раз, да? Самый пекл, да. Там уже, потому что солнце в зенит вошло. И то есть, ну, солнце достаточно пекло. Потому что там даже губки с водой так, ну, спасали, но не очень. То есть уже в конце усталости и солнце, то есть накопилось. Ну, в принципе, были все в равных условиях. То есть, третье место. Расскажите немного о самих соревнованиях. Как они проходят? Вот что такое полумарафон? Это какой-то очерченный круг? Проходите ли вы два раза один и тот же маршрут? Либо это прямая? Ну, вот в Ярославле по-разному проводят. Бывает, что бывает полумарафон, допустим. В Сочи я бежал на сочинском марафоне. Там по автодрому бежали. То есть мы бежали 4 круга, там по 5, по 5, по 5, по 5, по 5, там 50. Вот. Здесь в Ярославле было совсем по-другому. То есть один круг был, там, 10 километров, 550 метров. Ну, без полтора метра. Ну, там 498 метров. Вот. И мы бежали два раза, преодолевали два круга. То есть дистанция очень была красивая, живописная, потому что пробегали по набережной вдоль реки Волга трасса пролегала. То есть было здорово. Поддержка, пункты питания. Зона орошения, как говорится, где поливали нас. То есть пробегаешь, да. То есть там фонтаны такие вот. И то есть очень так это... Организовано было хорошо. Нужно ли питание какое-то на дистанции? Или, может быть, вода питьевая? Как с этим справляетесь? Питание, да. Питание есть обычная, там, вода, там, соки, затоники, это которые, пункты питания, там, каждые 3-4 километра расположены. Но я тренируюсь со своим питанием. То есть у меня есть свое питание, которое мне подходит. Я не знаю, что там налить, образно говоря. То есть я уже привык. Я пью свой затоник, свои аминокислоты, которые на тренировку потребляют. То есть они мне подходят. И то есть в этом мне помогал тренер Врачев Евгений Павлович. То есть он меня по дистанции кормил. Два раза мне давал бутылочку уже размешанную из затоника, из затоника. То есть я два раза попил на полумарафоне. В принципе, на полумарафоне два раза это нормально. Попитаться, в принципе, достаточно. На марафоне я бежал в Волгограде, когда вот седьмым был на чемпионате России. Там уже, конечно, приходится раз там каждые 5 километров питаться, чтобы организм восстановить, насытить витаминами, минералами, чтобы не сводил ноги, чтобы добежать до финиша достойно, как мне кажется. Как Вы обычно готовитесь к соревнованиям? Есть ли какие-то тренировочные забеги или спортсмены экономят силы перед стартом? Ну, обычно тренировки интенсивные бросаешь дня за три, за четыре. Ну, как бросаешь? Км по 15-20 бегаешь все равно в день. Ну, то есть уже в таком спокойном режиме. А до этого дня за четыре, то есть бросаешь. А до этого тренируешься по полной, как говорится, две тренировки в день, утром, вечером. То есть объем недельный выходит достаточно большой. То есть объемные тренировки. То есть весь бег пол, марафон, марафон. То есть это объем. Это надо очень много делать. Но Вы только бегаете или есть какая-то общая физическая нагрузка, не знаю, отжимания, приседания? Конечно, это всегда входит. То есть один-два раза в неделю. Но есть как бы подготовительный соревновательный цикл. Подготовительный. Более уделяешь физической подготовке, чтобы мышечный скелет, чтобы все нормально было, чтобы мышцы были, суставы готовы к соревнованиям. А когда уже начинается соревнование, там уже бросаешь. Чисто вот на бег переходишь, уже, как говорится, разбегаешься. Уже скоростные работы делаешь. А нет соблазна пробежать меньшую дистанцию, но, например, с утяжелителем? Нет, нет. Я считаю, что это неправильно. Уже нагрузка совсем другая идет. Я имею в виду, все должно быть естественным. Естественно. То есть вот есть вес твой, а кто бегает там с поясами, с утяжелителем. Ну, это моя точка зрения. То есть у каждого своя. Я считаю, что это неправильно. То есть я тренируюсь, как говорится, своим весом. Александр, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в бег? Как начать бегать? Как его полюбить? В чем его прелесть? Ну, в бег я пришел вообще, я занимался раньше. Меня заметил тренер Комаревца Виктор Васильевич. Я сам с Кораблино. Играл я в футбол. И в девятом классе он собирал команду в Рязани на первенство среди школ. И меня взял, и тут же я поехал, занял третье место. На дистанции полторы тысячи метров третьей. На 800 я был четвертым. Ну, а потом с десятого класса я вот так вот перешел. Он меня взял под свое крыло, как говорится. Вот, и перешел, начал заниматься с десятого класса уже легкой атлетикой. Ну, то есть вот с 16-летнего возраста, то есть вот 15 лет я занимаюсь. Как понять, что ты действительно бегун на длинные дистанции? Вот какие-то, может быть, черты характера должны быть? Или физическая определенная подготовка? Ну, это более... Как мышцы, вот, допустим, я не спринтер. То есть я не могу быстро бегать. То есть если мне 100, 200, 400, то есть у меня как бы терпежка. У каждого свои мышцы, у кого-то быстрые, у кого-то медленные. То есть я уже знал, что когда бегал, что мне боли даются дистанции длиннее. То есть ну сразу не может, ты не можешь побежать в юношеском возрасте марафон, потому что ты еще не готов, твой организм не готов. То есть с возрастом это все набираешь. То есть это со временем как бы как яблоко спеет, 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 потом созревает. И вот как к марафонский бег, вот сейчас я перешел, я понял, что уже пора. Потому что марафонский бег, в принципе, он начинается с 30 лет только. То есть можно бегать на высоком уровне до 40 лет. То есть это показывает и статистика, и практика. То есть на мировых аренах бегут бегуны, которые мы им уже под 40 лет, там 38-39, но они становятся чемпионом Чикагского марафона, таких вот солидных марафонов самых сильных в мире. Вы же сказали, что знаете свой рацион, определенные аминокислоты. Вот какой режим еды подходит именно для вас, как для спортсмена? Ну режим больше я углеводов очень много ем, потому что, соответственно, углеводы – это энергия. И в основном в моем рационе присутствует очень много углеводов. Но углеводы – это ведь и пироженки, вы себе позволяете? Да, да, да. Пирожные, конфеты – это в большом количестве. Потому что если это не позволять себе, то просто будут ноги плестись. То есть, соответственно, я бегаю по многому, я же там по 30 километров в день набегаю. То есть без этого никуда. Просто машина без бензина не побежит, и человек не побежит. То есть, в принципе, здесь все естественно. Что нужно сделать, чтобы добиться на такой длинной дистанции хороших результатов? Вот у вас есть какой-то свой секрет? Как, может быть, дышать или как ноги переставлять правильно? Нет, у меня нет такого вот… Нет, техника бега, да. Я вот смотрю, как… То есть, постоянно корректируют. Когда-то я, бывает, заваливаюсь вперед, корпус когда-то назад. То есть, это я все корректирую. Насчет дыхания у меня такого нет. Как вот некоторые спрашивают, а как дышать? Через раз, через два. Я вырубаю. Естественно. То есть, я обычно, у меня такого никогда не было. Потому что, как я говорю, чем… Ну, есть такой момент, чем больше выдохнешь, тем больше вдохнешь. Это, как мне говорят, консультирует меня Вадим Семенович Меркушин, тоже чемпион СССР в беге на 5-10 тысяч метров. Вот он. В принципе, есть такой вот. Чем больше вдохнешь, тем больше… Чем больше выдохнешь, тем больше вдохнешь. Соответственно, ты насыщишь кислородом мышцы. Но мышцы, опять же, должны готовы к бегу. Не просто так вот вдохнул и побежал, значит, все. Если вдохнул, значит… То есть, здесь все… Система должна в целом работать. Если человек только хочет заняться бегом, то как ему подготовить как раз свой организм? С чего лучше начать? Ну, я считаю, что сначала с быстрой ходьбы, мне кажется, надо начинать. Я считаю, не сразу бегать и постепенно там. С 30 минут там выходил быстро. Потом переходишь через какое-то там через 2-3 недели, через месяц. Там на трусу, на легкую. Потом прибавляешь объем. То есть, нельзя рваться, как говорится, сразу за скоростями. Что вот там время туда-сюда. То есть, это все придет со временем. То есть, организм сам подскажет тебе, что вот можно побыстрее. Сейчас осенний период. На улице скоро будет холодать. Как лучше делать? Тренироваться в зале или все-таки на улице? И, соответственно, как защитить тогда свою кожу и легкие? Ну, я, допустим, не сторонник, вот, честно, манежа, вот это. Я тренируюсь на улице. Я и в 25 градусов бегаю на улице. То есть, для меня это не проблема. Я одеваю термобелье. То есть, сейчас все доступно. Покупаешь термобелье, термоноски. Укутываешься. Ну, не укутываешься. Они все одеваешь. Они не как ватники штаны. То есть, их можно одеть. Я их одевал, они легкие, тонкие, но зато держит тепло. Взял, побежал, одел маску. То есть, все это очень просто. И кроссовки есть термо, которые не пропускают холод. То есть, держат там 25-30 градусов. Тем более, если ты бежишь, двигаешься, у тебя энергия, тепло. То есть, как бы это... Это не проблема. Ну, это когда распаренный, финишируешь уже, есть риск заболеть. Да, да, это обязательно. Потому что я вот... Если выбегаю, то я из дома. То есть, из дома выбежал, в дом забежал. То есть, если дать организму остыть, то да, это простуды, заболевания. Там у льви, образно говоря. Они на иммунитет очень сильно сказываются, влияют. То есть, а когда еще организм подготовлен, он на пике своем. То есть, иммунитет, он, по сути, уже ослаблен. То есть, большой риск заболеть. Потому что ты много вкладываешься в тренировочный процесс. И очень подцепить, как говорится, простуду очень легко. Сколько соревнований в год у профессиональных спортсменов? Вот как часто нужно выезжать, чтобы понимать, с кем бежишь, как бежишь, чтобы нарабатывать результат? Ну, в принципе, таких стартов бывает там два раза в месяц. То есть, есть сезон, не сезон. То есть, зимой я сейчас немного стартую. Потому что, как я говорил, что у меня подготовительный период. Коплю силы, силу, мощь, как говорится. Весна, лето и осень еще зацепливаю. То есть, в летний период, весенний, там уже, в принципе, стартуешь где-то раз в две недели. То есть, в месяц два старта таких вот где-то уходит, выходит. Два старта. Какой главный старт года? Ну, главный старт ввода для меня, вот в этом году, но это, конечно, в Ярославле. Еще, конечно, в Волгограде я бежал к марафону. Вот, 2.18.31 я пробежал. Два часа, 18 минут, 31 секунду установил рекорды Рязанской области по марафонскому делу, который держался, если я не ошибаюсь, 30 лет. То есть, он рекорд был, то есть, вот я побил на 40 секунд этот рекорд. Поздравляю вас с этим. Спасибо вам большое. Желаем вам новых рекордов. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Александр Еменин, мастер спорта по легкой атлетике. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин